Привет, ребята! Это канал Профессия Фотограф и сегодня я предлагаю вам обзор GameTV Bolden в версии 30 Вт. Наверное, даже не совсем обзор. Это видео после опыта использования этих приборов больше полугода. Купил я их еще весной, а сейчас декабрь, значит даже больше, чем полугода. Я полностью сохранил комплектацию такую, какой она мне попала. Открываем. Внутри мы находим вот такую вот подушечку-прокладочку, чтобы ничего не побилось, не поломалось. Вот. Внутри сам девайс. Вот такой, в таком вот виде идет. Кстати, насколько я понял, смотрел у других обзорщиков раньше вот этого гнезда для установки зонта или чего там еще можно поставить. Его раньше просто не было. Сейчас его допилили. Это, видимо, более свежая версия. Внутри блок питания. Провод питания для 220 Вольт. Детаб на мини-XLR. Вы можете взять и запитать этот прибор напрямую в V-mount батарею. Вот такие вот липучечки. Их можно залепить на стойку, когда вы устанавливаете прибор. Давайте сразу покажу. Вот за это KMTV плюс, респект, позитив. Если их два, то блок питания держится, в принципе, очень хорошо. Вот такие вот насадочки. Конверсионный фильтр. Он преобразует 5500 в 3200. Вот такой вот молочный фильтр. И, я не знаю, как это назвать. Такой типа Frost. Производитель заявляет, что можно использовать батареи типа там Sony NPF. Они там бывают 500 сколько-то, 900 сколько-то. Вот эти 970. Они прямо сюда вставляются, закрепляются. И вроде как типа поехали. Вот так вот это дело работает. Можно сузить, расширить. Можно управлять шторками. Там отсечь какую-то часть картинки. Или отсечь с этой стороны. То есть, ну вот, управлять этим прибором довольно удобно. Есть регулировка мощности. Вот это вот минимальная яркость. Максимальная яркость. Кнопка включения-выключения. То есть удобно. Например, выставил яркость, выключил. Включил снова с той же самой яркости. Удобно. Прикольная штука. Про танцы с бубном. Которые у меня появились после покупки этих приборов. Эти приборы очень-очень чувствительны к качеству питания. Здесь стоят вот эти вот аккумуляторы. Я их сразу купил много. Я их купил 4 штуки. Думаю, один будет в запасе. Один будет работать. Буду переставлять. Все вроде бы кайфово. Но нет. Конкретно вот эти аккумуляторы. Может быть у меня такие попались. Конкретно такие аккумуляторы работали вместе с этим прибором. Примерно 10 минут. Потом они садились. И прибор вырубался. То есть какой-то порог срабатывания. Прибор отключает. Чтобы батарея полностью не доразрядилась до конца. И не умерла. Так вот, вот эти батареи у меня, ну типа как, больше там 20 минут. Две батареи у меня не работали. Это вызывало у меня большую-большую печаль. Я купил для них батарейную зарядку. Вот такую для вот этих аккумуляторов. Их можно сюда было воткнуть сразу все 4 штуки. Прикольная зарядка. Она отлично работает. Мне она понравилась. Ссылка на все, что я сегодня буду вам показывать и рассказывать. Все найдете внизу. Видео в описании к видео. Приборы хорошие. Спору нет. Очень прикольно. Но к покупке таких батарей будьте очень осторожны. Производитель должен быть какой-то, наверное, серьезный. И батареи не должны стоить дешево. Потому что вот конкретно эти, там наверняка стоят банки, которые не держат высокие токи. Там должны быть высокотоковые банки. Которые до конца емкости своей отдают высокий ток. Скорее всего в этих батареях стоят низкотоковые банки. И когда напряжение начинает чуть-чуть сильнее просаживаться, чем надо. Потому что эти приборы дохрена просто потребляют ток. Эти батареи умирают на раз. Я купил вот такую площадку. Сюда, в эту площадку можно установить сразу две батареи. Вот так вот. А к этой площадке я сразу приделал вот такой вот крепеж, чтобы можно было на стоечку повесить. И раз, вешаем. Теперь мы получили некую батарею V-Mount. Кстати, здесь есть индикатор заряда батареи. Вот он. И все. Этот прибор в таком исполнении у нас теперь работает. Я замерял. Он работает целый час. Но возникла у меня лично другая проблема. У меня есть сумка Lower Pro. Туда этих приборов входит два. И еще как бы остается место для третьего прибора. Когда я вот два таких блока туда кладу, вот таких вот, батареи туда кладу, места в сумке совсем не остается. А раньше у меня, ну как бы, я подозревал, что я возьму вот эти приборы, я возьму такие аккумуляторы, всего аккумулятора, и все. У меня в сумку войдет камера, два таких прибора. Мне такая конструкция не зашла. Вот не хочу таскать такое на себе. Хотя очень, очень круто. Я так понимаю, что вот такую конструкцию придется использовать, если у вас 55-ваттная версия. Потому что 55-ваттная версия вжрет ток в два раза выше. И там напряжение больше, чем на этой, на 30-ваттной версии. Говорят, что на 55-ваттной версии вообще от такого аккумулятора, от такого аккумулятора, она работает только в половину мощности башка. Здесь на полную мощность. Давайте перейдем к еще одному варианту питания. Я купил вот такие замечательные пауэрбанки на Алиэкспресс. Раскручиваешь пауэрбанк. Ставишь аккумуляторы формата 18654 штуки. Он сам регулирует их разряд. Если заряд сильно низкий, пауэрбанк их сам отрубает. Здесь есть электроника внутри, которая следит за этим. Я вот аккумуляторики очень симпатичные. Сразу купил к ним коробочки, чтобы легко все было таскать. Аккумуляторы казались достаточно выносливыми. Они до 10 ампер могут держать. И в общем все в порядке с ними. Ничего не происходит. Они не умирают. Вот такой вот размер. Все. Вся банка у меня в руку вся помещается. Провода питания. Здесь был какой-то там разъем для обычных блоков питания. Я его заменил на DTAP. И есть гнездо USB. Сразу в комплекте 5,5 вольт. Можно телефон заряжать. Я иногда заряжаю на съемках телефон от этого. Одновременно питаю прибор и заряжаю телефон. Здесь тоже есть индикатор заряда батареи. Вот. Прикольная штука. Подключаю к прибору... Подключаю кабелем DTAP к самому прибору. Тиньк-тиньк. Неправильно. Вот так вот правильно. Смотрим. Работает. Идеально работает. И вот такая конструкция с такими аккумуляторами. Вот с такой вот всей историей. У меня работают. Вот конкретно у меня. Вот вчера я снимал с этими аккумуляторами около часа. Они продержались. Сегодня я их еще не заряжал. Они еще живые. Мне очень было обидно, что конкретно вот эти батареи. Ну, мало держит заряд. Наверное, надо было купить какие-то дорогие там тысячи за три, за четыре. Но не факт, что они работали бы нормально. Сам пауэрбанк-коробка стоила 460 рублей. Эти аккумы мне обошлись по 200, наверное, 10 рублей за банку. Итого 210, 210, 210, 210. Итого получаем 840 рублей. Ну, это как-то вот выход из положения. Я ввожу эти два прибора. Иногда вот только их два использую на фотосъемке и все. И прям мне нравится. На видеосъемке я даже иногда их использую на ярком солнце. Кружит голову, ай, дубаду. Но чудес не бывает. Это всего 30 ватт. Эти приборы очень прикольно использовать в открытом виде. Вот с этой линзой Фринелли и все. С ними есть траблы. Здесь вот есть крепление для установки зонта. Зонт наклонять или еще как-то нельзя. Все, вот он в таком вот положении 90 градусов к стойке и все. Прибор наклонять можно, а зонт нельзя. Глупо. Не знаю, как вот с этим быть. Но прикольно то, что вот вроде как бы, если есть какой-то вот такой вот прутик, на нем можно там расположить, например, прермаски. Да, вот эта тема, вот скорее всего для этого он был засоздан, не для зонтов. Хотя я использую с зонтами. Смотрите. Угол раскрытия я поставил самый широкий. Он не охватывает, вот, угол раскрытия самый широкий, но он не охватывает размеры зонта. Вот так вот. Вот. Ну, на фотосъемках я вожу с собой рассеиватель и ставлю прибор чуть-чуть подальше, чтобы угла раскрытия мне хватило. Вы можете снять отсюда вот эти вот воротики, как они, брендорс, как-то по-русски, брендорс, шторки. Вы можете их снять и накрутить сюда. Аксессуар, который продается отдельно, это кольцо с байонетом Bowens. То есть вы можете прифигачить сюда свои любимые, там, соты. Что вы там используете? Сейчас продемонстрирую ту же самую историю с софтбоксом. Получаем ту же самую историю. Софтбокс залит цветом не полностью, а только пятно в центре. Особенность конструкции вот этих приборов, то, что с ними нужно использовать софтбоксы длинные, длинные, так называемые дип-софтбоксы, дип-окты бывают софтбоксы. Но, опять же, чем больше софтбокс, тем больше нагрузка на вот эту часть. Это всё пластмассовое. Ну, такое себе. Вот примерно в таком варианте я использую эти приборы. Справа у меня стоит KMTV через зону. Слева просто открытый прибор, светящий мне куда-то сюда. Эти фонарики в сцене ещё участвуют. Я их использую тоже с жёлтым фильтриком. В одном из выпусков я тоже расскажу именно об этих фонарях. Я довольно часто использую их на съёмках. Давайте попробуем выключить в этой комнате все приборы и включить обычный свет. Вот такой вот оригинальный ужасный свет в этой комнате. KMTV, пожалуй, самый интересный свет для блогеров, если купить парочку приборов, а может быть даже три. Стоят они недорого. Ссылки на все товары я оставлю внизу. Если вам понравился формат такого видео, ставьте пальцы вверх. Пишите комментарии. Всем удачных кадров. Пока.